всем привет меня зовут елена и вы на моем канале о вязании мой канал называется вижу с удовольствием и сегодня я вам предлагаю связать вместе со мной вот такую вот авоську такие авоськи очень модный аксессуар лета 2018 года весь instagram пестрит такими фотографиями кто-то предлагает свои платные мастер-классы для того чтобы создать такую авоську кто-то просто продает в общем богатый выбор кто что хочет тот то и делает а я предлагаю просто связать ее вместе со мной по моему видео для этого нам понадобится вот у меня такой синтетический какой-то шнурочек не метраж не состав к сожалению я не знаю но в принципе по пряже ограничений вообще никаких нет можно связать из чего угодно но не знаю вот джутовой пряжи конечно наверно может и не подойдет а может и подойдет если это очень тоненький джут и он если очень такой эластичный у меня крючок два с половиной но ограничить ограничение по крючку и по пряжи никаких нет как я уже сказала все зависит от вашего желания и от вашей плотности вязания и от того что вы хотите получить в конечном результате вот у меня ушло совершенно небольшое количество ниток и не знаю ну может быть грамм 20 на мой размер вот сейчас к сожалению мне нечем вообще измерить сумочку я не могу вам сказать что какой размер у меня конкретно получился но она довольно эластичная очень хорошо растягивается и в длину и в ширину поэтому особенно такую длинную и вязать и не стоит потому что когда в нее что-то положится то она будет вообще совершенно такая безразмерная и будет оттягиваться очень сильно к низу если что-то наложить такое тяжелое и много довольно я думаю что конечно область применения у каждого будет своя этой авоськи кто-то может городе рискнет носить кто-то не рискнет кто-то будет использовать как пляжный вариант кстати вот как пляжный вариант очень даже она подходит если создать ее немного пошире чтобы можно было какие-то крупные вещи типа покрывал полотенец туда складывать кто-то будет использовать совершенно по другому назначению в качестве кого-то декора или для переноски овощей в общем применение каждый находит свое я предлагаю вам видео как ее вязать и кому интересно оставайтесь 7 ровных петелек и смотрите видео дальше кому интересно вязание начинаем с цепочки но будем набирать эластичным набором для этого делаем 3 воздушные петли накид на крючок и возвращаемся в первую петлю делаем петельку эту петельку мы сначала провязываем и потом вот эти вот две петельки следующую провязываем и еще две петельки провязываем теперь снова делаем накид на крючок вот в эту первую петельку снова делаем петельку эту петельку мы провязываем дальше вот эти две петельки провязываем и еще две петельки провязываем снова накид на крючок в первую петельку возвращаемся делаем из нее петлю эту петлю провязываем потом провязываем две следующие петли и еще две следующие петли и снова накид на крючок первую петельку делаем петлю и и провязываем потом провязываем две следующие петли и еще две следующие петли накид на крючок в первую петельку возвращаемся делаем из нее петлю эту петлю провязываем потом провязываем две следующие петли и еще 2 следующие петли накид на крючок вернулись в первую петлю сделали из нее петлю так извиняюсь чего там нет нитка слоится эту петлю провязали следующие две петли провязали и еще 2 петли провязали накид на крючок снова в эту петлю возвращаемся петля ее провязываем 2 следующие петельки провязываем и еще 2 петельки провязываем и мы будем таким образом набирать видите получается но сразу столбики с одним накидом чтобы было удобно вязать и этот ряд чтобы не перекручивался начальной ну в общем очень удобно так мы делаем пока не наберем нужную нам длину цепочки вы решаете для себя какая она у вас будет у каждого будет свой размер который нужно я завершила набирать свою цепочку у меня всего лишь пятьдесят шесть столбиков она будет длиной теперь я складываю пополам смотрю чтобы у меня все было ровно чтобы ничего не перекручивалась особенно это актуально когда длинная цепочка и теперь беру вот вкалываюсь первую воздушную петлю подъема делаю соединительный столбик вот этот краечек мы соединим когда будем обвязывать уже непосредственно саму нашу авоську а сейчас пока я оставлю так и как бы никаких проблем не вижу в этом теперь я свяжу два ряда столбиков с одним накидом сделали воздушные петли и просто в каждую петлю свяжу столбик с одним накидом можно связать два ряда еще можно связать и больше рядов кому как нравится кто хочет чтобы вот это вот плотная часть была пошире тут вяжет побольше можно даже связать еще один ряд в общем это будет зависеть от вашего желания от вашей фантазии ну все вот вяжем столбиками с одним накидом на желаемую высоту каждую в каждую петельку так моя плотная часть из трех рядов готова вот она у меня теперь я сделаю 9 воздушных петель первая воздушная петля это будет как бы подъем а остальные 8 петель мы будем постоянно набирать так пять шесть семь восемь девять пропускаем внизу три вот эти вот косички в четвертую косичку делаем столбик без накида снова делаем 8 воздушных петель 5 6 7 8 и 3 пропускаем косички в четвертую делаем вяжем столбик без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 3 косички пропустили в четвертую вяжем столбик без накида и так мы вяжем до конца ряда конца ряда я объясню там будет небольшой нюансик так вот я подошла последний арки у меня здесь нужно пропустить 3 петли и вот сюда в первую воздушную петлю первой арки нужно сделать соединительную петлю но мы не будем так делать потому что если мы так сделаем то у нас мы окажемся вот здесь в начале этой арочки а нам нужно оказаться в середине вот этой арочки что перейти на вязание следующего ряда поэтому делать нужно сначала 4 воздушные петли вот в этой последней арке потом сделать два накида на крючок и вот в эту первую петельку друг первой арки выполняем столбик так еще раз в первую петлю вот этой арки 1 выполняем столбик с двумя накидами и мы оказываемся в середине вот этой последней арочки чтобы перейти на вязание следующего ряда теперь вот эту первую арку делаем из 9 воздушных петель первую арку всегда делайте из 9 воздушных петель потому что вот в эту вы будете делать столбик с двумя накидами в конце ряда поэтому это уже как говорится здесь будет все время выполняться 6 7 8 9 так вот и в серединку следующей арки делаем столбик без накида и пошли вязать то же самое те же самые 8 воздушных и столбик без накида следующую арку 7 8 и следующую арочку серединку так подарку прям вкалываемся и делаем столбик без накида и вот у нас получается вот такая вот сетка 4 5 6 7 8 столбик без накида в следующую арку 1 2 3 4 вот не очень удобно когда нитки слоятся 5 6 7 8 следующую арочку делаем столбик без накида и так мы вяжем до конца ряда в конце ряда мы выполняем четыре воздушные столбик с двумя накидами вот сюда вот в эту вот первую петлю первой арки так вяжем и так мы вяжем нужное нам количество рядов в длину какую вы хотите длину авоськи столько рядов и вяжите а потом уже когда будем подойдет время для вязания донышко я включусь в общем вот этими арочками мы выполняем на необходимую нам длину нашего изделия так я провязала вот этими арочками 11 рядов у меня вот такая получилась величина я думаю мне вполне достаточно этого теперь будем вывязывать донышко но даже это будет не то что тонышко это будет просто убавки у нас и мы придем к тому что сумочка у нас завершится вот и сейчас я буду вязать следующий ряд вот вы связали до необходимую длину и теперь вы начинаете убавлять вот первый ряд убавлений у нас будет арочки из 5 воздушных петель то есть первая арка у нас должна быть и 6 потому что одна петля в первой арке всегда должна быть лишние 3 4 5 6 петель это первая арка мы делаем все то же самое следующую арку делаем столбик без накида и все последующие арочки у нас будет из 5 петель так вот 12345 следующая арочка тоже самое столбик без накида 1 2 3 4 5 следующую арочку столбик без накидом и так дальше до конца ряда в конце ряда я вам покажу там немножко тоже поменяется у нас завершение так вот я провязала до последней арки теперь делаю 1 2 3 воздушные петли 1 накид на крючок и в первую петлю 1 арки я делаю столбик просто с одним накидом в этом ряду первый ряд убавления у нас закончен снова мы в серединке арки и теперь будет ряд у нас будет арочки из 4 воздушных петель то есть первая рачка у нас должна быть 5 воздушных петель на одну петлю больше в первой арке вот первая арочка следующий столбик без накида все последующие арки у нас будут из 4 воздушных петель 4 воздушные следующие у нас столбик без накида 1 2 3 4 следующую столбик без накида 1 2 3 4 следующую столбик без накида и так дальше до конца ряда конце ряда то же самое в первую воздушную петлю подъема мы делаем столбик с накидом здесь провязываем две воздушные и заканчиваем столбиком с одним накидом так второй от убавления тоже провязала то есть у нас были там арочки из 4 воздушных петель теперь пойдут арочки из 3 воздушных петель в 1 арочки у нас будет соответственно одну петлю больше то есть 4 воздушные петли так вот она первая арка и следующий также столбик без накида все последующие арочки будут состоять из 3 воздушных петель и так дальше мы вяжем до конца ряда 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 123 так вот последняя арочка сейчас у нас будет 1 воздушная накид и сюда провязываем полустолбик то есть вот так сразу накид и полустолбиком провязываем так вот на серединке арки теперь у нас еще последний ряд убавлений предпоследний вернее здесь у нас будет арочки из 2 воздушных петель то есть 1 у нас будет арка из 3 петель на одну больше в первой арочке следующую делаем столбик без накида 2 воздушные следующую 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 столбик без накида 2 воздушные и так далее до конца ряда в конце ряда я вам покажу так я дошла до последней арки я делаю воздушную петлю и накид на крючок в первую петлю первой арки я тоже делаю полустолбик так вот все мы завершили вот этот последний ряд из двух воздушных петель у нас арочки были а теперь что я буду делать теперь просто из каждой вот этой арки я вы не буду вынимать вот как сказать вот в каждую арочку буду делать петельку из нее буду вынимать петельку вот так с каждой из каждой арки и буду набирать ее на крючок и набирать эти петельки на крючок но это конечно будет не очень легко сделать но придется постараться а потом все эти петли нужно будет провязать одной петлей так вот собираем на крючок все лучше конечно для этого взять крючок немного другой без ручки но у меня у другого нет так вот и собираем так вот как раз здесь после получается последняя у меня петля так вот последняя теперь нужно отстригнуть вот этот конец и протянуть эти все собранные петельки эту ниточку вернее через все собранные петельки так вот теперь мы каждую петельку эту стараемся провязать и ничего не пропустить протягиваем ниточку через все петельки так вот я вроде бы все тут провязала теперь эту нитку я вытяну но не до конца вот оставлю вот такую петельку и теперь вот так вот сделаю два раза обовью даже можно 3 и вот так вот стяну это все наше дело вот таким вот узелочком покрепче потуже получается нас вот такая вот штучка такая вот звездочка все эту ниточку мы потом уберем внутрь и получается такое донышко очень симпатичная так вот такая вот получилось такой вид внизу получился да и теперь обработка нашей верхушечки пойдет берем делаем петлю вот нашу эту воздушную подберем вот эти два края чека вставляю вот в этот вот противоположный вот сюда краечек крючок петельку отсюда вынимаем и протаскиваем так немножко неправильно я вам показала сейчас подождите секундочку петельку делаем вот в этот вот вставляем конец и сюда вставляем и вынимаем петельку сразу из двух из этих вот столбиков еще петельку раз сюда и воздушная петля и теперь вот в этот каждый столбик мы свяжем столбик без накида будем обвязывать не вот в эту петельку потому что будет у нас дырка а в сам столбик вкалываемся и вяжем столбики без накида одновременно эти хвостики мы завязываем внутрь вот так вот стараемся в тело столбика вкалываться чтобы не было дырочки по краям чтобы край смотрелся аккуратно то вот так вот по всему периметру нашего верха сумочки мы вяжем столбики без накида одновременно вывязываем хвостики которые у нас торчат здесь так вот что должно получиться так вяжем до конца ряда так все я завершила ряд соединительной петлей соединилась конце ряда и теперь поскольку мне изделие бесшовное непонятно где у меня тут чего я ручки начну прямо отсюда вязать но в принципе кто не хочет тот может оторвать нить закрепить и где-то другом месте начать вязать я начну прямо здесь для этого я сделаю цепочку из какого-то количество воздушных петель как говорится это у каждого будет уже свое кто какую ручку хочет такую свяжет я сильно длинные вязать не буду потому что я не буду ее носить через плечо я ее буду носить в руке поэтому у меня будут короткие ручки сейчас я свяжу цепочку и скажу какое количество петель у меня получилось так я провязала 30 воздушных петель внизу пропустила 18 столбиков в 19 я вкалываю и делаю соединительную петлю так вот слоится нитка вкалываюсь и делаю соединительную петлю теперь делаю 2 воздушные петли подъема для того чтобы я обвязала вот эти вот все всю цепочку столбиками с одним накидом 2 воздушные петли 1 здесь петлю пропускаю следующую вкалываю и сделаю соединительную петельку поворачиваю вязание и теперь в каждый стол вот эту вот петельку буду вязать по одному столбику с накидом так до конца этой цепочки конце цепочки я вам покажу что я там буду делать в конце так дошла до последнего столбика делаю последний столбик сюда так опять слоится нитка делаю последний столбик и здесь пропускаю петельку и следующую делаю соединительную петлю все я отрезаю ниточку закрепляем и убираю хвостики одна ручка готова вот одна ручка готова теперь аналогичную ручку нужно связать на другой стороне какое-то количество нужно будет отступить вернее не какое-то количество а такое же количество петель мы пропускаем середине и вот здесь по краям должно быть одинаковое количество у нас петель отступлена и вяжем такую же ручку с другой стороны по такому же принципу подсоединяем ниточку той петли в которой нам нужно и из нее вяжем цепочку потом обвязываем столбиками с одним накидом и у нас все сумочка у нас будет завершена можно еще в принципе здесь другую какую-то обвязку придумать например еще рачьим шагом обвязать но я не буду и не вижу в этом особого смысла поэтому я на этом как бы завершу и зоне все основные моменты я показала поэтому всем до свидания до новых встреч на моем канале обязательно подписывайтесь не забывайте нажимать на колокольчик до свидания увидимся в новых видео с вами была елена всем пока пока